О судьбе осужденных украинских моряков говорили сегодня в Афинах. Туда отправился представитель МИДа Василий Кириллич. Он уже встретился с греческими дипломатами и сотрудниками Минюста, а также с генпрокурором при Верховном суде. Поговорил и с экипажем судна Миконг Спирит. Это, напомню, 16 одесситов их подозревают в незаконной перевозке оружия. Моряки ждут решения греческих властей уже 10 месяцев. Также Василий Кириллич побывал в одной из афинских тюрем, где за перевозку нелегалов отбывают наказание почти три десятка украинцев. Сейчас в Греции ожидают решения своей судьбы экипажи трех кораблей. 105 украинцев уже получили сроки по 100, 200 и больше лет. Грецкие официальные органы понимают эту проблему. Я очень надеюсь, что в следующем неделе, когда в Украине прибудет делегация за участие правоохранных органов, представителей Министерства социальной политики, представителей Международной Организации Миграции. Тут мы уже договорились про серию встречи и в прокуратуре, и с береговой полицией, и с следствием. К слову, моряки судна «Меконг Спирит» остались без топлива. На корабле нет ни света, ни воды. Не работают холодильники и плиты. Еда портится, а запаса питьевой воды хватит максимум на два дня. В этом убедилась наша съемочная группа. Мы готовим очередной материал о буднях моряков в Греции. Смотрите его в пятницу в программе «Подробности недели» с Алексеем Лихманом.